здравия всем на канале марка елена диригети мы продолжаем вторую серию вот заходим уже местечко медиа вали где все в общем-то старинное полы я вам показывала с террасами благоустроенными видите где-то что-то разрушилась кирпичом заложили всю жизнь удалась и практически на всех дверях есть ток-ток есть ток-ток ну вот такие вот помещения это вот я смотрю на замке закрытая от велосипеда с той стороны то есть какое-то хозяйственное помещение здесь дерево вы видите что она уже как говорится очень износилась а так здесь вот такая ручка и это такой вот ток-ток для писем почтовая щель магазинчик который после ремонта даже это не магазинчик это какой-то магазинчик бар реставрация обратите внимание здесь все реставрирует ну не все ну что нуждается и если у хозяев есть финансовые вот она я в шляпе венгу венгу вот так вот это здание папы одного из пап по-видимому а может быть там где останавливаются папы а помните что мы были в увене они франция где раньше в общем-то они долго прожили как католические священники когда их из ватикана как-то они не были там что-то прям много не одно столетие вот здесь тоже есть такое же здание вот это где они исторически не знаю как сказать вот они как говорят что они здесь проживали в каком это было веке когда это было все можно посмотреть в интернете друзья кого интересует моменты именно такого плана смотрите какие все есть в интернете постирочная друзья так все вам приближу и я в солнечных очках мне такой все темно постирочная друзья потому что здесь тоже люди постирали полоскали сушили и гладили все идут спотыкаются потому что смотрите вот крупный камень мелкий камень все сделано оригинально но давно видите же где-то что-то осела такой печенька будто этой кожи змеи пишите нравится мне нравится ну спимая красавица такие даже вазоны для цветов хотя цветов них нет что местная администрация не позаботилась это по видимо мы что-то для туристов вывешивать и маленькие карманы для них же вот она там постирочная такой вот садик на возвышенности и дорога балкон и сейчас мы увидим с вами вот это штукатуренная печально конечно тоже видите идет юбка в расширении чтобы было более устойчиво почему потому что здесь вот все ступенями сделано вон как у большой горшок фонтан который не работает две маленьких террасы и балкончик вот такой очень приятно смотреть обратите внимание на дверь столб столб цементный балкон деревянный все на балках держится единственное к чему хочу подойти вот к этому моменту кто-то взял замок повесил а вообще здесь наверное раньше не было этого а было для лошадей потому что вот морда лошадиная вот и еще одна такая только как они сюда ставили эту лошадь на ну идемте дальше написано дивизионы ди-ре-зи они дженерали где-то едут машины их не вижу где-то городе ветербо наверное когда-то это было что-то с военными связано то есть вот эти вот все штучки на где лошадей привязывать мы с вами видели там здесь тоже имеются они и такой ток-ток достаточно высокий я так думаю что верхом когда подъезжаете подъезжал человек он стучался в это ворота а это уже новые здесь написано наверное пятца фарнизе а палаццо фарнизе господи я же без очков значит это 13 15 и 20 столетия строили пристраивали ремонтировали кто-то уже все расписал хорошие люди добрые наверху вот эти выступы друзья там до сих пор сохранились подсвечники давайте я вам приближу но не знаю если вы увидите здесь не сохранился а вот здесь два сохранились а там голубь сидит ну вот так дверь по-видимому давно никем не открывается она даже заложена друзья кирпичами может быть не полностью но постарались постарались крутые ступени хочу сказать что здесь видно люди жили высокие видите какие камни положили это живут сегодняшнее время заложили чтобы она вот это все на чем-то удержалась что-то в машине есть тетяну поспорила ну-ка бы поспорила повозмущалась он не задавал он сперва сказал что наша русская история она не так давно да ну вот при иване грозном а до этого нас не существовало я говорю но ваших и в ваших исторических книгах пишут так у нас по-другому а он горит ну расскажи мне как него и ну я же не google правда я не могу тебе отвечать вот на такой какой-то расплывчатый вопрос конкретными какими-то датами что у нас там случалось тоже были было какое-то население она жила своими заботами мы же просто так с неба не свалились правда и на слава богу много населения по сравнению с итальянцами нас больше и это итог что мамы может быть даже и старше а может быть и нет да мне сказал без разницы я говорю это что-то решает да нет я просто так тебе спросил я говорю ну это тебе просто так ответила было бы мне это интересным приносил бы мне это доход я бы где-то какие-то туристические была туристическим гидом наверное бы я это изучала но когда все это изучается когда вам интересно когда вы действительно туристический гид когда вам за это хорошая оплата труда вот тогда это и работает то есть голове информация держится четыре раза прочел сто раз рассказал жизнь удалась деньги получил это бронзовая дверь вы видите как интересно все сделано еще к этой двери подойти а видимо мы этой двери вообще никто никогда не пользуется потому что она более более зеленая и марка такой говорить чуд с ним стала спорить и будто я не спорила мы дискутировали никто ни на кого не обиделся не я на него не он на меня почему вообще спорить не он он очень умный человек но по практике большой ребенок то есть жена за ним ходит с бутылочкой водой с салфеточками и он бесконечно как говорится маленький ребенок обратите внимание что здесь происходит месса все на улице сидят по-видимому не дневная вечерняя когда солнце заходит так я не жалуюся просто констатирую что вот такая у нас отдых и марка сказал не обижаться и говорю да боже упаси никто ни на кого не обижается так опять и потеряла где я эту маску дело Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, крещение в мраморе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В 1944 году здесь очень хорошо бомбили. Кто бомбил? Ну вот и русские, американцы, англичане. Здесь же фашизм был. Поэтому много что разрушено было. Очень много. Можно сказать, что это пункт, как вот Сталинград. Вот на нём закончилось дальшехождение, когда сдались уже итальянцы. По-видимому, на этих столбах здесь что-то было. Какая-то крыша. Вот остался вот такой вот балкон. И здесь уже музей, который посещать за деньги. Но мы уже настолько устали, что хотим кушать. Мы ещё не обедали. Так что вот так. Друзья, вот он фонтан папы. Вот такая вот история. Вот там шапки папины. И с разными головами животных. Вот на этом месте. И красивый вид на город. Смотрите, вот там вот такой большой собор с куполом. Тихонечко вот так развернусь. Покажу, где мы были. Всё простенько, со вкусом. Вот она. Мы зашли с другого боку. Колокольня, которая полосатая. От разного типа гранита. Ещё раз обратите внимание на эти полы. Где-то что-то заменено. Вот они. Вот это вот натуральный был. Ворота. Герб. С мечами. И вот такие фрески. Я уже не буду внутрь заходить, потому что там женщина сидит. Билеты продают. Когда нам туда идти? Времени нет. Потому что у нас по плану другое место ещё. Я с вами прощаюсь. Желаю здоровья, удачи, долгих. 10 лет жизни. С вами была Елена Дергетти. Смотрите, вон монашки приехали. Сейчас я вам приближу. Вот они, вон монашки приехали. На автобусе выгружаются. Без очков не вижу, что у них на голове. Какая-то интересная конструкция. Закрыла их машина. Уборочная. Ну вот как-то так. Очень интересно. Всё, друзья. Очень даже всё. Всех благ. Ставим лайк. Подписывайтесь на наш канал. Капец. Шляпа улетела. Граца Каара. Ой. Всё, пора, пора прощаться. Ветер. Ветер, ты могуч, ты гоняешь. Тай, туч. Тай, т Metет. Тай. Полlas counter.